Майским утром в День Победы появилась я на свет. Люди маме говорили, что счастливей Гали нет. Нас у мамы с папой было семеро детей. Больше всех меня любили и считали всех умней. Галина Леонова родилась 9 мая 1946 года. А дома на холодной на печи их дети постоянно голодали. Буханку хлеба карточный паёк мать получила на неделю. А дети Тома с Валию нашли тот хлеб и всю буханку съели. Множество стихов Галина Александровна посвящает отцу, военному журналисту, матери и сёстрам. Я с 11 лет пишу, ещё начала писать, когда Гагарин в космос летал. В 27 лет у Галины Александровны обнаружили генетическую болезнь. Она полностью потеряла зрение. Когда я пришла домой и упала на кровати, первая жизнь я горько-горько плакала. Думала, моя жизнь на этом закончилась. Вот проплакала я, выплакалась, а потом, значит, вступила в общество слепых и стала работать группоргом. Член бюро была в Бурятии. И вообще активно хлопотала для незрячих. И дрова ездила в лес сама, и комбикорм в селе возила. После получения первой группы я, наоборот, включилась активно в эту жизнь. И вот 44 года духом не падаю. Люди часто удивляются, как же может слепой жить. Ведь не видят, спотыкаются, а продолжают жизнь любить. Я отвечу этим людям. Жизнь свою мы очень любим. Пусть она уж так темна, но она у нас одна. Я не ною и не плачу, и на жизнь не сетую. Она все смотрю иначе, так и вам советую. Жизнь для нас дана одна. Она словно как награда. Чтоб прожить ее не зря, у слепых учиться надо. За 44 года без зрения Галина Александровна издала несколько сборников стихов. Вышла замуж, родила детей, а сейчас воспитывает внуков. Я очень хочу поздравить всех с наступающим днем победы. Здоровья, счастья, радости, бодрости всем. Быть оптимистами и не падать духом. А самое главное, чистого мирного неба. Чтобы никогда не было больше войны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова